Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. До 2011 года он назвался Днем российской милиции. С изменением жизненных реалий меняется и милиция, которая теперь именуется полицией. Меняются конкретные задачи и цели, но неизменным остается главная охрана правил, порядка, защита прав и свобод граждан. Мы сегодня встретились с председателем ветеранов районного отдела внутренних дел Арзумовым Абдулогитом Абдулатиповичем, который только что принял участие на торжественном мероприятии. Действительно, сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник. День милиции создан на третий день после Октябрьской социальной революции, декретом Владимира Ильича Ленина. Главная задача органов милиции остается защита интересов государства, защита интересов народа, борьба с уголовной преступностью. Необходимо отметить, что сотрудники органов милиции последние 25 лет службы несут в исключительно тяжелейших условиях, усиленном режиме, борьбе с бандитизмом и экстремизмом. Я должен сказать, сотрудники Хасавиртовского отдела внутренних дел, во главе начальника отдела полиции Астанбеком Абдулмаритовым, и справляется возложенными на них обязанностями. Об этом свидетельствует тот факт, если посмотреть анализ преступности в районе за 2015 год, мы на мною имеем тенденцию к снижению преступности по сравнению в 2014 году. Особенно по тяжким преступлениям, преступлениям, связанным с применением агрессивного оружия. Похищение людей. Также необходимо отметить, что сотрудники милиции усилили оперативную работу. Больше выявляют преступления по экономической направленности. Это свидетельствует о том, что коллектив Хасавиртовского отдела внутренних дел, коллектив своим обязанностям исправляется. Конечно, есть и потери тоже. Со стороны сотрудников милиции, при защите интересов граждан, в борьбе с бандитизмом, терроризмом, за последние 25 лет погибло более 50 сотрудников. Эти сотрудники проявляли мужество, храбрость в борьбе с бандитизмом, не щадя своей жизни, спасали жизнь других людей, сами погибали. Многие из них награждены орденами, посмертно, награждены медалями за отвагу. Живые сотрудники сегодня продолжают вот эту борьбу с преступностью. Можно очень многое сказать. В последнее время, в определенной степени, я хочу сказать, активизировалась поддержка милиции со стороны общественности, со стороны руководителей сельской администрации. Действительно, если нет поддержки со стороны общественности и администрации, одной милиции вести борьбу с преступностью очень тяжело, в принципе, и невозможно. Были времена, в советское время, будем говорить, когда я работал начальником милиции, в течение 11 лет основную профилактическую работу, борьбу с правонарушениями проводились партийными советскими органами. Общественности, народной дружиной, в общественных пунктах обсуждались любые нарушения закона на местах. Все это способствовало снижению преступности, обеспечению стабильного порядка в целом районе. Я бы очень просил руководителям сельсоветов возвращаться к старым методам проведения профилактической работы по предупреждению правонарушения преступности в районе. Это имеет огромное значение. Сегодня в актовом зале отдела внутренних дел района состоялось торжественное мероприятие, посвященное длину сотрудников органу внутреннего дела, где, значит, были оглашены приказы министра внутреннего дела республики Абдурашида Магомедова. Этим приказом многие сотрудники поощрены за активное участие в обеспечении общественного порядка борьбы с преступностью. Многим из них присвоены очередные звания. Лично мне пришлось вручить погону подполковника полиции. Только что назначенному заместили начальника отдела милиции, он же начальник полиции Гиреева Гиреева. Он совершенно молодой, перспективный сотрудник. Был званием майора. Сегодня ему лично я вручил погону подполковника и пожелал ему успехов в службе. Также были, значит, оглашены другие приказы. Был назначен заместителем по полиции начальника отдела полиции Шаипов Исмайор. Тоже наш молодой, энергичный сотрудник, проявивший себя исключительно в положительной стороне. Конечно, всех я могу и назвать, но думаю, вот эти два примера говорят, что руководство райотдела принимает все меры именно выдвигать воспитанников райотдела. Это очень хороший принцип, потому что каждый работник, начиная от родового, он стремится как-то выдвигаться должностно, получить звание. Это стимул. Вот когда выдвигаются высокие должности работники, райотдела именно, они со стороны. Это говорит о хорошем, о перспективе работников, которые будут с желанием работать, значит, обеспечивать порядок в службе. В позднее случае я хочу благодарить руководство райотдела в том, что, я как говорил здесь, более 50 сотрудников погибли, значит, при исполновении службы обязанности. Личный состав, значит, решили показать им материальную, моральную поддержку. Памятник построили. Памятник построили. Сегодня всем семьям будет вручена денежная, значит, как говорится, моральная поддержка. Это говорит о том, что семьи погибших сотрудников не забываются, их никогда нельзя забывать. О них надо регулярно и постоянно заботиться. И в заключение я хочу еще раз поздравить сотрудников органов трудов, всех ветеранов райотдела в целом МВД прекрасным профессиональным праздником днем 10 ноября. Пожелать им здоровья, успехов, нелегкой, но очень сложной, нужной для народа службы. Дай Аллах, чтобы они возвращались со службы с радостью, настроением к семье. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем сотрудникам милиции крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.